Всем добрейшего времени суток дорогие друзья, приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. На этой неделе произошло очень много интересных событий. Например компания AMD объявила, что этот октябрь будет поистине красным и назвала даты презентации RDNA 2 и Zen 3. Также в микрокоде AGESA нашли упоминание о 10-ядерном процессоре Ryzen 4000. А из зеленого лагеря прилетела первая информация о RTX 3060. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам в новом воскресном выпуске новостей. Но перед тем как мы начнем не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте приступим к разбору презентаций AMD. Уже в октябре красный гигант приглашает геймеров и энтузиастов со всего мира в захватывающее путешествие с продуктами Zen 3 и RDNA 2. Для начала нас ожидает анонс процессоров на микроархитектуре Zen 3 вместе с генеральным директором Лизой Су. Сама презентация начнется уже 8 октября. Скорее всего речь пойдет о процессорах Ryzen 4000 для настольных ПК, известных под кодовым обозначением Vermeer. Но может нам представят еще что-то интересное. А следующая порция анонсов касающейся видеокарт серии RX 6000 и архитектуры RDNA 2 запланирована на 28 октября. И конечно же есть большая вероятность, что так называемый Big Navi поступит в продажу уже в ноябре. Как раз после выхода RTX 3070 от конкурента. А тем временем некий энтузиаст поделился несколькими интересными подробностями о составе будущей линейки процессоров AMD Ryzen 4000. Во-первых, следующее поколение Ryzen может включать 10-ядерные модели. По словам источника, информация об этом встречается в свежем микрокоде прошивки Agessa. Разумеется, это не означает, что AMD обязательно выпустит такие процессоры. Но с другой стороны, в ассортименте Intel представлен 10-ядерный процессор. И AMD вполне по силам создать прямых конкурентов для каждой позиции конкурента. В таком случае конфигурация CPU может включать два чиплета с формулой ядер 5 плюс 5. Также он утверждает, что в семействе Vermeer появится функция Curve Optimizer. Она позволит без ограничений регулировать частоту и напряжение для каждого ядра процессора. И самое главное, в чипах Zen 3 будут добавлены механизмы дополнительного ускорения оперативной памяти через разделители Infinity Fabric. Это должно обеспечить большую гибкость для рабочих конфигураций контроллера памяти, особенно в смешанном режиме. Упоминания о разделителях уже есть в микроходе, хотя не совсем понятно, как они реализованы. В целом AMD явно готовит нам что-то интересное и узнаем мы об этом уже совсем скоро. А тем временем новенькую видеокарту на RDNA 2 уже засветили на фото. Инженерные образцы 3D ускорителей уже тестируются специалистами Radeon Technologies. Один из таких экземпляров, если верить китайским инсайдерам, запечатлен на этом снимке. На текущий момент сложно сказать прототип какой именно видеокарты позируют перед фотокамерой. Судя по этикеткам и разводке тыльной стороны платы, новинка оснащена 16 гигабайтами памяти GDDR6, набранной 8-ю микросхемами производства Samsung. Из этого можно сделать вывод, что устройство оперирует 256-разрядным интерфейсом памяти, а дополнительный источник питания подключается через два разъема PCI-Power, и как минимум один из них 8-контактный. Рядом с ним распаян светодиодный индикатор нагрузки. Охлаждение GPU обеспечивает башенный кулер с несколькими теплотрубками. Разумеется, в финальных экземплярах устройства будет использоваться более подходящая система охлаждения. Так что какой-то полезной информации эти снимки в себе не несут. Но факт того, что идут уже тесты, явно намекает на завершающие этапы производства новых видеокарт. И на этой неделе стало известно о новом игроке на рынке сетевых адаптеров. Компания AMD и Mediatek уже начинают свое сотрудничество по разработке специализированных контроллеров Wi-Fi 6 для мобильных устройств и ноутбуков. На данный момент в этом сегменте доминируют решения Intel и Realtek. Сейчас даже в ноутбуках с процессорами Ryzen используются беспроводные модули от Intel. Кроме того, влияние Intel широко распространяется на бизнес-сегмент за счет платформы VPro. Она подразумевает создание управляемых внешнеперсональных компьютеров для корпоративных пользователей. Очевидно, для работы VPro требуется совместимая материнская плата с поддержкой и определенный ряд процессоров семейства Core. Если AMD всерьез хочет нацелиться в этот сегмент, помимо отдельной линейки чипов Ryzen Pro понадобится и соответствующая инфраструктура. Таким образом, через несколько лет мы, может, и сможем встретить в ноутбуках или ПК на базе Ryzen сетевые контроллеры AMD. Помогать в создании адаптеров будет тайваньская компания Mediatek, широко известная благодаря системам на архитектуре ARM, модемам для сотовой связи и GPS. А в зеленом лагере дальше продолжают подогревать интерес к своим новым видеокартам. Ожидается, что уже до конца года дебютируют преемники адаптеров GeForce RTX 2060. Характеристики одной из таких карт уже начали всплывать с сети. Речь идет о модели GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта получит 8-нанометровый графический процессор NVIDIA GA104200 в конфигурации с 4864 ядрами CUDA, а также 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-разрядной шиной. По техническим характеристикам новинка близка к RTX 3070, в арсенале которой на 1024 CUDA ядра больше. Что касается сроков выхода, то первая видеокарта класса GeForce RTX 3060, по всем имеющимся данным, будет представлена в ноябре вместе с RX 6000 и NextGen консолями. А рабочие частоты GPU, к сожалению, пока остаются неизвестны. Но вот показатель прожорливости у референсных карт будет составлять около 180-200 Вт. В то же время об итоговом составе линейки RTX 3000 говорить пока рано. Если верить утечкам, то в 2021 году NVIDIA дополнит модельный ряд новыми устройствами вроде 3090 Super, RTX 3080 Super с 20 ГБ памяти или RTX 3070 Super с 16 ГБ GDDR6X. Но пока что это только слухи и реальных фактов подтверждающих это нет. И тем временем, уже анонсированная видеокарта RTX 3080 прошла несколько тестов OpenCL и CUDA в известном бенчмарке CompuBench. Эти типы тестов ориентированы на чистую вычислительную мощность графического процессора и фактически не отражают игровую производительность. Тем не менее, на их основании можно сделать выводы об относительном преимуществе в рамках нескольких поколений. И тут RTX 3080 чувствует себя как рыба в воде, в легкую опережание не только RTX 2080 Super, но и RTX 2080 Ti на 68%. А что касается игровых тестов, то я писал на неделе, что китайцы каким-то образом уже скупают карты для майнинга. И тут всплыла новость о том, что китайцы сумел раздобыть новинку вместе со свежим набором драйверов, а также измерить его быстродействие в играх. Если рассматривать исключительно игры в 4К разрешении, то превосходство GeForce RTX 3080 над RTX 2080 Super находится в диапазоне от 48 до 62%. И хочу напомнить, что эти две видеокарты имеют одинаковую рекомендованную цену. Так что прирост FPS на доллар в новом поколении RTX будет ощутимым. Конечно, если видеокарты в местных магазинах не будут стоить намного дороже рекомендованного прайса. Также на этой неделе стало известно о младшей модели нового Xbox. Начальный вариант Xbox Series S будет стоить всего 300 долларов. Если верить инсайдам, то Xbox Series S получит полноценный процессор с 8 ядрами Zen 2, но более слабое видеоядро с пиковой мощностью 4 ТФ, против 12 ТФ у Xbox Series X, а также уменьшенный объем АЗУ. Играм будет доступно 7,5 ГБ оперативной памяти GDDR6 вместо 13,5 ГБ у более производительного сородича. Поэтому Xbox Series S будет позиционироваться для игр в разрешении не выше 1440p или менее требовательных проектов. А в игровых новостях появилась новая информация о Call of Duty Black Ops Cold War. Разработчики официально заявили, что сценарий сюжета мультиплеера основан на реальных событиях и происходит через пару лет после финала основной кампании. Персонажи позволят кастомизировать, а онлайн баталии пройдут в Майами, Москве, огромном корабле и множестве других локаций. Среди режимов игры будет захват флага, командный бой и прочая классика, а также сопровождение цели и режим на 40 игроков с заданиями. Раскрыли и этапы будущих бета-тестов Black Ops Cold War. С 8 по 9 октября они пройдут для предзаказавших игру на PS4, а с 10 по 12 октября на этой же платформе шутер станет доступным для всех желающих. 15 и 16 октября пустят предзаказавших на Xbox One и ПК, а с 17 по 19 октября устроят массовую открытую бету. А компания Ubisoft тем временем представила ремейк великой игры Писки Времени. Заявлен оригинальный сюжет, перерисованные модели героев, полностью переделанная боевая система, доработанное управление, улучшенная графика, голоса, анимации, движений и боев, а также переработанный саундтрек. Также обновленная Принц Перси из The Sands of Time будет содержать в себе игру Секрет. Оригинальную Принцов Перси 1989 года, которую геймеры смогут открыть на одной из миссий ремейка. Ну и на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравилось видео, то обязательно поставьте ему лайк. А я хочу вам напомнить, что вы можете задать любой интересующий вас вопрос в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!